И тут, как назло, перестройка 1991 год. И так вот эта стена, вот этого АПК Никелевого завода стоит, недостроенная. А мы с вами подъезжаем к зданию железнодорожного вокзала, где выйдем немножко, хотел сказать, подышать. Вам, как экологам, это было бы полезно. Следующая база должна быть. Я не могу отделаться от радости от того факта, что вожу сегодня экологам. Мы не все экологам, часть из веков, которые принялись. Тогда простите. Мне в душе все равно. Все говорят, мы блогеры. Кто-то больше, кто-то меньше. Ты одна подышите? Да? Смога. Сегодня весь смог. Поздравляю, офицер, да? Вам-то, наверное, вообще в дикость. 1953 год, друзья мои. У вас нет Нижнекамска, города, оргсинтеза. И вызывает своим появлением, как минимум, где-то умение не только у лавича, но и у всего Красноярского края. Да даже и шире. Знаете почему? Потому что вот такая вот красивая, ворочная архитектура. Такое большое здание вокзала для Норильска, в котором же местные дороги в Сан-Истоке-Маркаде, в Сан-Истоке, в Сан-Истоке, в Сан-Истоке. Рубинки, прошу прощения, что-то похожее на собачью водку. А в Норильске вот такая вот красота. Для чего, спрашивается, это нужно? И никто не знал, что Норильск тогда готовился встречать Сталинскую железную дорогу. Кто знает, про что речь? Она же Мертвая железная дорога, она же 501-503-я стройка, она же Цирковь Полярная магистраль, она же Большая Арктическая магистраль. Я назвал далеко не все названия этой самой Мертвой дороги. А дело было так. В 1947 году Сталин, испуганный тем, что во время войны по акватории нашей Арктики бесхозно шатались не только суда немецкие, но и подводные лодки. И даже создавали в некоторых местах, например, в дельте Лены и на Новой Земле, свои базы немецко-фашистские, которые потом были найдены. И могли напасть с той стороны, что, конечно, был сильно повлиянутый исход войны. Он провел встречу в 1947 году, на секундочку, с представителем Америки, госсекретарем имени Арриул Гарриман. И там, и там два «Р». Арриул Гарриман, а? Как звучит американский. И они договорились о том, что мы со своей стороны будем строить Цирковь Полярную магистраль аж до Берингово пролива, а они со своей стороны туда же, а потом вместе придумаем, каким образом нам построить мост через Берингово пролив. Как словом, так и делом. В 1947 году началось строительство 501-й стройки от Сыктывкара, через Красноселькуб, на Игарку и туда дальше, с тупиковой веткой, которая должна была прийти в Норильск. Строительство велось вплоть до 5 марта 1953 года. А 5 марта умер Сталин. Оно велось впервые в истории Советского Союза по фактическим затратам. То есть Сталин вел ее практически в лучшем направлении. Вот сколько надо денег? Только и дала. Если стройка останавливалась, он снимал башку виноватому, поэтому она не останавливалась. До 5 марта. 6 марта она остановилась и больше не возобновлялась. Но за это время было построено 92% дороги. До сих пор ведутся споры. Наша группа в 2006 году была на 503 стройке. Мы прошли по ней 15 километров. Это машинного времени, друзья мои. Это понимаете как? Вот мы приходим, а там конюшня, таблички, накладные на вошедей, сено в яслях и такое ощущение, что люди только-только вышли. Представляете каково? На этой 503 стройке оставались огромные запасы теплой одежды, еды, медикаментов, инструментов, оборудования. Всего-всего самого нужного. И комбинату в 1954 году предложили забрать это все. Комбинат отказался. Ничего из этого не взял. Комбинат забрал только рельсы и шпалы. Привез сюда и на подъездных путях сегодня рельсы со шпалами у нас с той самой 503 стройки работают. Долгое время меня мочил этот секрет. Почему же не взяли такие необходимые материальные ценности? Особенно в условиях на риск. Пока мне не дали встретиться с начальником управления снабжения этого времени Владимир Иванович Полищуко. Легендарный совершенно человек, который мне объяснил все по-простому и тогда и сейчас наверное это для руководителей понятно. Он сказал, если бы мы взяли оттуда вот это, всю вторичку, нам бы по разнарядке не дали бы новые фонды совершенно никакие. понимаете, как интересно. Ну в общем, вот такая вот история вот этого самого здания, но это еще не все. Архитектор Кормаков, который строил это здание. Ладно, хоть вы экологи, не буду вас уйти, пойдет. А паровозики смотреть. Вот это ничего такого не представляют, а мне за 5 часа на 30 минут еще не будет, чем вырезать. Спасибо.